Вязание шахматки совсем несложное, но требует усидчивости, потому что мы постоянно будем переносить петли с фонтуру на фонтуру. И зависит от некоторых условий. Например, количество петель, общее, в нашем изделии. Поскольку шахматка предполагает одинаковое количество петель в каждом квадратике, наше общее количество петель изделия должно быть кратным количеству этих петель в каждом квадратике. Поэтому в зависимости от того, сколько у вас петель в изделии, вы делите ваше полотно на вот эти вот части. Плюс еще такой момент. Можно переносить петли кромыслом, которые входят в комплект двухфонтурной машины. Ну, не ко всем, но практически ко всем машинкам входит кромысло. Можно по одной петельке переносить, вот как сейчас я вам покажу. Но на самом деле это долгий, нудный процесс. Вы представляете, вот так вот сидеть и ковырять каждую-каждую петлю. Очень долго. И, честно говоря, переносить резинку один на один или два на два, это один вопрос. А вот такие вот большие фрагменты переносить кромыслом, это очень долго, скучно и выматывает все наши нервы и силы. Поэтому переносить большое количество петель проще деккером. Вот, перенесла. Видите, сколько времени я на это потратила. Поэтому второй момент, от которого зависит размер нашего квадратика, это наличие декеров. У меня есть декеры 5х5, поэтому и квадратик 5 петель. Если у вас нет декера подходящего, берите то, что есть в комплекте. В комплекте всегда есть трехугольные. Значит, берете два трехугольных и пересаживаете тем, что есть. К тому же, такая тугая густая шахматка 3х3 петли смотрится еще более интересно. Как делается пересадка? Берем декер, снимаем на него все петли. Очень осторожно подсовываем второй декер в каждую петлю. Видите, у меня все петли находятся на двух декерах. И оптом пересаживаем их куда нужно. Гораздо проще, быстрее. Единственный момент, конечно, нужно следить, чтобы не упустилась ни одна петля. То есть мы перенесли на один декер, подпихнули иглу декера в каждую петлю, проверили, что это так, что мы ничего не упустили, и спокойно пересадили. Очень быстро, очень просто. Самое главное, не торопиться и убедиться, что все петли пересажены. И вот таким вот способом пересаживается очень быстро. Эта пересадка происходит. Продели декер в каждую петлю, убедились, что в каждой петле у нас есть игла, и пересадили на соседнюю фонтуру. Количество рядов, от чего зависит? Зависит от того, сколько у нас петель. У меня здесь 5 петель, поэтому провязываю 6 рядов. Обычно я, когда делаю шахматку, не скажу, что я сильный фанат узора, просто периодически его можно использовать. Если у вас есть вторая фонтура, ее надо, конечно, применять в узорах. Так вот, если у меня 5 петель, то я делаю 6 рядов. Если у меня 3 петли, я делаю 4 ряда. То есть я всегда провязываю на 1 ряд больше, чем у меня петель в раппорте. Ну, провязываем 6 рядов. Провязали и пересаживаем петли назад. Меняем их местами. Собственно, вот это вот и есть узор шахматка. Не делайте очень туго, потому что при тугой плотности вам будет тяжело пересаживать. Особенно осторожно пересаживайте крайние раппорты, петли, потому что они стягиваются сильно. Остальные растянуты по машинке, а крайние они самые капризные в плане пересадки, вот такие вот оптовые пересадки. Петелись, пересадили. Все, это и весь узор. Когда вы закончили вязать шахматку, пересаживайте все на Буфандору, закрывайте и смотрите, какая у вас красота получается. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И жду вас на сайте Изба Вязальни в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремителям освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...